Добрый вечер, дорогие телезрители и гости передачи «Что, где, когда». С наступающим вас Днём Солидарности Азербайджанцев всего мира и, конечно, с Новым Годом, друзья. Уверен, у всех вас, дорогие телезрители, гости передачи, знатоки, прекрасное праздничное настроение, но не стоит забывать, праздник праздником, а у нас сегодня финал. Финал — это серьёзная игра за звание лучшей команды 2008 года. Семь команд приняли участие в играх клуба в 2008 году. Прозвучало более 200 вопросов. И вот сегодня у нас в зале присутствует 12 самых лучших, самых активных телезрителей года. Поаплодируем. И лучшая на данный момент команда знатоков сегодня сядет за игровой стол. 18 претендентов на главную награду передачи «Что, где, когда». «Хрустальная сова» достанется лучшему игроку 2008 года. Сегодня в финальной игре года играет команда, которая ещё ни разу не проиграла в 2008 году. Программист — Эльман Талыбов. Юрист — Эрюн Тагиев. Аккаунт-менеджер — Роман Аркадашвили. Обладатель «Хрустальной совы» — программист-аудитор Азиз Мюршудли. Педагог Елена Захарова. И капитан команды, сотрудник банка Анар Наджафли. Внимание! Сегодня против команды знатоков играют телезрители. Хемра Атабаева, Шхабад. Туран Агиева, Баку. Сиявуш Мамедов, Баку. Нигяр Керимова, Баку. Фуат Сейдалиев, Баку. Ольга Бланкова, Баку. Фуат Эминов, Баку. Муршуд Исмаил, Заде Баку. Айдура Махмудова, Хардалан. Обладатель «Хрустальной совы» и лучший игрок 2007 года. Таир Мамедов, Геучай. Октай Магирамов, Мамед Али Кулиев. Финал. Игра до 60 очков. Телезрители против знатоков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, господин Аджафли. Добрый вечер, господин Аджафли. Анна, хочу вас сразу предупредить. Для того, чтобы выиграть у телезрителей сегодняшнюю игру, надо показать вашу лучшую, лучшую командную игру. Не упускать свое, Анар. И, если позволите так выразиться, выгрызать чужое. Старайтесь, Анар. Удачи вам. Спасибо. Кстати, господин Аджафли, хочу вам передать привет от солиста Большого театра, нашего друга и грозы вашей команды, господина. Скажите сами. От Эльчина Азизова. От Эльчина Азизова передавал вам привет и пожелал вам удачи. Итак, Анар, против вас в первом раунде финала года играет юрист Октай Магирамов, автор трех вопросов, прозвучавших в 2008 году. Добрый вечер, господин Магирамов. Добрый вечер. Господин Магирамов. Да, господин ведущий. Ну, у нас, у знатоков такая примета. Если они выигрывают первый раунд, значит, они выиграют игру. Если они проиграют первый раунд, значит, они игру проиграют. Вы представляете, что надежды всех телезрителей, которые сегодня у нас в гостях, связаны с вами и с вашим вопросом. У вас сложный вопрос, как вы думаете? Ну, покажет игра. Внимание, черный ящик. Господин Эджафри. Да, господин Ильич. В черном ящике лежит ответ на загадку. В одном тандире два хлеба. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Время. Две какие-то овальные двери, две крылья, может быть, типа очки, что-то в одном, что-то два в одном. То есть два в одном, да? В одном тандире два... Ну да, может и яйцо, и лоб, и что-то. И что-то, из чего можно сделать и то, и то, да, наверное? Это же, по сути, это как бы одно и то. Что-то в основном, что-то круглое, наверное, да? Что-то в чем-то содержится, да? То есть два в одном тандире. А может быть, колодец Луна там? Нет, там колодец. Нет, ребята, там что-то... Колодец не вот такой, да, что-то? Что-то овальное. Очки. На очки похожи. На очки. Очки, да. Ну, а как в таковом тандире. Нет, должно что-то в чем-то. Два хлеба. Хорошо. Что-то два одинаковых предмета в чем-то одном. Да, да, два одинаковых предмета скорее. Какой-то, не знаю, какой-нибудь... А, может быть, да, горошина? Две горошины? Там не две. Там не две. Там не будет две. А в чем два может быть? Может быть, грецкие орехи? Как мы сейчас ответим. Две половинки. Ореха. Мм? Изюм, яйцо. Изюм, виноград, яйцо. Отвечу. Яйцо надо. Видимо, это народный закат. Тишина. Тишина за столом. Господин Эджафли, кто отвечает? Отвечу я сам. Будем... Мы считаем, что в черном ящике яйцо. Ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Эджафли, а какие еще версии были? Были очки. Были стручок с бобами. А что сказал обладатель «Хрустальной совы» Азиз Мершудли под конец минуты обсуждения? Стручок с бобами. Азиз. Орехи. Орехи. Внимание, правильный ответ. Посмотрим, что в черном ящике. Грецкий орех. Нет, арахис. В черном ящике грецкий орех. Господин Мершудли был прав. Господин Магерамов выиграл у команды. На таком первый раунд я вас поздравляю, господин Магерамов. А сколько он заработал, скажет нам представитель АТА Холдинга, господин Абдурагимов. Господин Магерамов заработал 300 монат от АТА Банка. 300 монат от АТА Банка зарабатывает Октай Магерамов. Октай, вам спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо, Октай. Сегодня финальный игре года. Впрочем, как и всегда, интересный телезритель и заезжает представитель нашего генерального спонсора, представитель компании АТА Холдинг, господин Теймура Абдурагимов. Господин Абдурагимов, скажите, вот где планируете встретить Новый год? Что будете делать завтра в 24.00? Ну, я вначале хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать удачи в Новом году. Что касается меня, то я буду дома с семьей на 1-е. А дальше, видно, будет. С наступающим вас, господин Абдурагимов. А интересы знатоков защищает представитель лидера рынка сотовой связи Азербайджана, компания Азербайджан, Нигярханум Шехлинская. Добрый вечер, Нигярханум. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Шехлинская, расскажите, каким вам запомнится 2008 год? 2008 год. Интересно. Вы знаете, разным, наверное, и в разных областях разным, скажем так. А вот если спросить, каким вам запомнится клуб в 2008 году? Он мне запомнится с немногочисленными победами знатоков, к сожалению. Об этом надо скорее забыть, госпожа Шехлинская. И интересными вопросами телезрителей, кстати говоря. Вопросы в этом году очень интересные. Господин Шехлинская, вы, как всегда, справедливы. Второй раунд. Добрый вечер, господа старейшины. Добрый вечер, господин Алояров. Добрый вечер. Господин Алояров, мы так и не продолжили разговор, который мы начали на прошлой неделе. Вот с какой футбольной сборной вы могли бы сравнить команду Неджафли? Вот команду Гаджиева вы сравнили со сборной России. А команду Неджафли? Италии. Италии. Ага. А почему? Ну, во-первых, она сейчас звездная команда, во-вторых, как-то она так упорная такая, упертая команда. Это комплимент, Роман? Я еще не знаю даже. Ну что, покажите игровой столб. Ой, как сложно. А можно с другого ракурса показать? Хемра Атабаев, город Ашхабад. В 2008 году дважды играл против знатоков и оба раза победил. Вот команду Анар Неджафлиум победил в финале летней серии. Добрый вечер, Хемра. Добрый вечер, господин Алояров. Вы давно приехали? Уже четвертый день здесь. Хемра, вот сегодня 30 декабря, а завтра 31 декабря. Скажите, вы собираетесь Новый год проводить в Баку? Нет. Скорее всего, к семьей. Ну, все зависит от выигрыша. Успеете, Хемра? Если выигрыш хороший будет, самолетом полечу. Хемра, я вас благодарю. Благодарю, что вы проделали такой долгий путь. И вы сегодня с нами. Внимание, вопрос. Господин Неджафли, еще одна загадка. Только на этот раз туркменская загадка. Господин Адабаев, кстати, а как она звучит по-туркменски? Так, правильно, чтобы. А, мне сказать? Нет, нет, сейчас. Итак, ниже собаки, выше лошади. Время. У нас достаточный ответ отвечает Роман Аркадашвили. Господин Аркадашвили. Насколько я знаю, у азербайджанского народа есть аналогичная загадка. И ответ, по крайней мере, в азербайджанском варианте – седло. Ахтан Хундюр и Тен Алчах. Седло. Господин Адабаев, вам придется пешком идти обратно. Вы проиграли? Увы. Но мы очень рады, что вы сегодня были с нами. Спасибо, Хемра. Присылайте еще вопросы. Благодарю вас. Чет 1-1. Роман Аркадашвили принес команде первое очко и одну дополнительную минуту. Вот это седло. Уважаемые телезрители, если вы хотите ровно через год оказаться на месте наших сегодняшних телезрителей-гостей передачи, присылайте вопросы в течение всего 2009 года. На адрес АС-1000, абонентский ящик номер 5, с пометкой «Вопрос на передаче что, где, когда» или на электронный адрес ual.atgame.tv.as. Вопросы также принимаются во всех филиалах Атабанка и в сети книжных магазинов Алинино. Третий раунд. Уверен, что лучший знатоков клуба является примером для подражания начинающим играть в эту замечательную игру. А вот мне интересно, на кого равнялись нынешние звезды? Вот, например, господин Толыбов, скажите, на кого равнялись вы, когда начинали играть? Очень сложно. А вы, господин Акадашвили? Я не ориентировался на так называемых звезд, на московской версии оригинала, а смотрел на звезд спортивного варианта, так называемого «Что, где, когда» наших, в том числе и господин ведущий оказал немалое влияние. Это восхищная леща. Роман, приятно. Итак, против вас, Роман, играет мастер по ремонту из города Гёйчай Таир Мамедов, автор лучшего вопроса первой отборочной игры зимней серии, постоянный автор передачи. Добрый вечер, Таир. Добрый вечер, господин. Таир, а вы где будете Новый год встречать? В Баку или в Гёйчай? Гёйчай. И вы надеетесь на выигрыш? Надеюсь. Внимание, вопрос. Господин Миршидли, я знаю, что у вас есть музыкальное образование. Это так? Да, это так. Может быть, это поможет вам правильно ответить на вопрос господина Мамедова. Как вы думаете, Азиз, кто из великих музыкантов говорил, что ноты Ми, Ля и Ре сыграли в его жизни важную роль? Время. Как кого-то звали, так, Миля Ро, Миля Ре, что такое? Великих музыкантов, слушайте. Спойда Миля Ре. Как записано? ЭАД. Миля Ре, да, получается. ЭАД, это не ЭДА. ЭАД, это не ЭДА. Ну и что, какая разница в фазном порядке? Нет, там 2Д в любом случае. Ну и что, две ноты, эти же ноты. АД, ДА, ЭАД. Как спеть? Что-то, чего-то три, да вот чего-то три. Хорошо, вот чего-то три. Миля Ре. Миля Ре сложить. Или его... Миля Ре. В имени было. Ну, давай. Чего-то три-два, понимаете, там. Чего-то три, там. Вагнар. Типа трока-семерка, туз там, чайковский. Что-то такое, да? Ну, что такое? Итак, тишина. Счет 1-1, господин Эджафли. Ладно, попробует ответить Эльман Талыбов. Я вас слушаю, Эльман. Нам кажется, что этот великий музыкант — это Рихард Вагнер. Можете объяснить свой ответ? Могу. Как вот мне объяснил господин Эджафли, ми, ля и ре в буквенном обозначении — это Э, Д и А. Уж не знаю, в таком ли порядке. Ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Ми — это Мстислав, ля — Леопольдович, ря — Растропович. Это очень красивый, на мой взгляд, и несложный был вопрос. Чего становится 2-1? Мастер по ремонту Тайр Мамедов из города. Кёйчай обыгрывает команду Анара Неджафли в третьем раунде финала года. А сколько он зарабатывает, скажет нам господин Абдурагимов. Господин Абдурагимов зарабатывает 400 манат от Абдурагимов. 400 манат зарабатывает господин Абдурагимов. Я вас поздравляю. Поздравляю вас, господин Абдурагимов. Спасибо, что приехали. Удачи вам. Господин Эджафли, объявим музыкальную паузу. Почему нет? Или через раунд вам решать. Давайте музыкальную паузу. Музыкальную паузу? Сегодня в музыкальной паузе. Эльнур Гулиев. Эльнур Гулиев. Эльнур Гулиев. Эльнур Гулиев. Эльнур Гулиев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я подумал, было время в музыкальной паузе Как-то нехорошо получается по отношению Приехавшему к нам в гости Из далекого Ашхабада Кемра Атабаева Может от Асфорта Вручим ему компенсацию в размере 300 манат? Покажите игровой стол Я как раз думал об этом Кемпадин Атабаев Покупайте билет на самолет Покажите игровой стол Врач Мамедали Гулиев Город Баку Мамедали Гулиев прислал два вопроса в 2008 году Первый вопрос о кушетке Фрейда А второй вопрос о смехе Добрый вечер, господин Гулиев Добрый вечер, господин ведущий Господин Гулиев Давно хотел у вас спросить Откуда вы черпаете информацию для вопросов? У вас всегда такие интересные вопросы Последний вопрос, который будет сейчас звучать Мы делали всем миром То есть семейно Привлечением наших друзей Так что это продукт общий Внимание, предметы! Господин Леджафли Да, господин ведущий Господин Гулиев придумал некое приспособление Которое и принес с собой в разобранном виде Внимание, вопрос Объясните, пожалуйста Что же за приспособление придумал господин Гулиев Время Это понятно, грузило Это внутрь, наверное Это попробуй присобачить Это попробуй прикрепить Это вода на... Это будильник, как понимаю Ага, будильник, хорошо Вода нарывается, на переводится Что? Вот такого плана Это для звука, что ли? Это явно для звука Это явно, что что-то в это же Здесь лопатка какая Сюда или заливать кормушку, может быть Кормушка Для птиц Для рыб, может, заплывают А она вот туда-сюда будет Она будет Попробуй прикрепить, пожалуйста У тебя скрепка Нет, наоборот Она туда внутрь Пропробуй прикрепилась Как-то так, да А это не валяшка получается, что ли? Слушайте, бросить туда эту А, может, не валяшка Зачем это? Слушай, не надо это все придумать Да не надо это придумать Может, это буйок? Так, это явно грузило Это явно грузило Положай туда внутрь Может быть, как-то на дно Ну, да, бросается этот Гайку туда бросить Как-то на дно это опускается А в обратном конце Зачем вырезать? Все правильно А туда, значит, еще что-то крепится Предположим Предположим Откручивайте Откручивайте Может, подвешивать А, это подвешивать к елке может? И что? Зачем это гайка? Так, тишина, счет 2-1 К пользу команды телезрителей И кто отвечает? Смысла нет, по-моему, на это Кто отвечает? Она в тишина Вы с кем советуете? Попробуй ответить Садись, может, ли Ваш ответ Тишина в зале Не знаю, господин ведущий Здесь вот Сделана эта лопатка Как бы вот такая вещь, да? Да Может быть Вот этот грузик Ее держат как-то так Это, ну, не знаю Какое-то приспособление Для Кормления птиц, да? Зерно высыпается И когда ее становится больше Оно опускается вниз И снова зерно Да, поступает сюда Ответ понятен Внимание, правильный ответ Давайте попросим господина Гулиева Самого объяснить ответ на этот вопрос Господин Гулиев Значит, это вообще-то мышеловка Мышеловка, блин, а Покажите, как работает эта мышеловка, господин Здесь ее собрать Конечно Совершенно правильно Это запитывается сюда таким образом Дальше крепится Мышь раздевает это что-то Она должна сюда закрепиться Немножко наскривилась Все это держится на гайке Это работает? А можно задать вопрос, господин? Да, я лично не ловил мышку Обычно он... А что вам мешает купить мышеловку? А я объясню Я сейчас объясню Дело в том, что эта мышеловка гуманная Она гуманная Она гуманная То есть мышка попадает сюда Дальше вся конструкция переходит в вертикальное положение Мышка падает внутрь, но она остается живой Гуманная Господин Акаточили, мышей любить надо Любить надо мышей Замечательный вопрос, господин Гулиев Замечательный вопрос 3-1 Третье очко в команде Телезрители принес Врач Мамедали Гулиев из города Баку Вопрос о гуманной мышеловке Господин Абдурагимов Да, Александр Я вас слушаю 300 монад от Атабака 300 монад от Атабака зарабатывает Мамедали Гулиев Браво Внимание Сегодня определится судьба главного приза зимней сети Если сегодня победит команда телезрителей То лучший телезритель получит главный приз Хрустальную сову И сертификат на 2008 монад от Атабака Если же в финальной игре знатоки окажутся сильнее телезрителей То Хрустальная сова и сертификат на 2008 монад от Азерсель Получит лучший игрок команды Анара Бяджафли Уважаемые спонсоры Вы знаете, что знатоки народ способный Всесторонне одаренный Вы ведь знаете это, господин Абдурагимов Я прав? Конечно Господь Шахминская, вы со мной согласны? Абсолютно А вы знаете, что у нас в клубе есть поэт? Это господин Аббасов Итак, стихи, посвященные спонсорам от клуба знатоков Выступает знаток-поэт Джавид Аббасов Гавид, ваш выход Спасибо большое Всех поздравляю с вами Спонсоров любовью греем Что любовь? Души не чаем Атохолдинг с юбилеем Все мы дружно поздравляем Вот стоит и защищает Зрителей непобедимых Атохолдинг представляет Господин Абдурагимов Прозвучал ответ Ух ты И корзину с Паша-чаем Тут в который раз мех Тимир Салимов получает Как теперь он сможет, бедный Выпить это все за раз Паша-чай ведь спонсор щедрый Дарит годовой запас А недавно, взяв совистов Кресло капитана села Нигархану Оптимистка Представитель Азарселя У Гулиева четыре И стою Так близко я Мало ли Вдруг и мне подарит Госпожа Шехлинская Речь идет о телефонах Столько Столько интересных книг Мы нигде бы не нашли Если бы не дарила их Нигархану Кочарли АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пятый раунд Счет 3-1 в пользу команды телезрителей У команды Анар Неджакли Напоминаю, есть одна дополнительная минута на обсуждение Анар, если вы не против, я вас отвлеку немного И прочитаю личные вопросы знатокам от пользователей ДЕЯЗ Вот вопрос Эльману Талыву от Ширин Эльман, у вас есть невеста? Нет Нет Азиза Муршудлет Сабины Вы всегда такой спокойный, как во время игры Азиз? Нет Не всегда Покажите игровой стол По стрелке Туран Нагиева, город Баку Впрочем, вас сыграет сотрудник банка Туран Нагиева В 2008 году дважды противостояло знатокам В первой игре весенней серии и в третьей игре осенней серии Добрый вечер, Туран, как у вас дела? Добрый вечер, хорошо, спасибо Туран, если я не ошибаюсь, вы присылаете нам вопросы еще с 2006 года, я прав? Да Вот скажите, у вас есть любимая команда? Команда знатоков? Есть, да Если не секрет, то какая? Команда Джалала Уруджева Команда Джалала Уруджева Туран, наши интересы совпадают Команда Джалала Уруджева, я уже не в первый раз признаюсь, и моя любимая команда Но, тем не менее, вы знаете, они меня очень часто расстраивают, как и у вас Да Ну, я желаю удачи, команда Анара Начафли в этой игре Спасибо Внимание, вопрос Почему в Лондоне 19 века архитекторы облицовывали дома ярко-красным кирпичом и блестящей керамической плиткой? Время Команда Смог постоянно от того, что они топили Постоянно топили углем Постоянно был суммой Это что-то может быть? Что-то новое, наверное, изобрели Кирпич и керамические плитки Команда, просто в памяти пожаришь Да, как-то со смогом может быть связано Постоянно там смог Может, для хэпманов, чтобы они видели дома, когда разводят там люди Ну, туман смог Ну, туман смог Ну, не важно Почему теперь, почему облицовывают Почему раньше не было? Вот, типа, если молит пожар, как индикаторы к чему-то, да? Нет, нет Пожар будет... Для чего? Чтобы дом что? Был ярче? Или не выглядел таким грязным? Или что? Вот так вот Почему? Вот, если он яркий его... Почему именно 19 века? Вот это все было всегда Если яркий, то его нужно мыть, чистили, да? Может, чтобы их, на самом деле, чистили от грязи, от глади Чаще мы Нет, там что у нас это? Красный, причем еще? Архитекторы? Да Красный, возьмем помощь Так, тишина, кто отвечает? А, господин Идущий, мы возьмем помощь клуба Клуба 20 секунд Что? Ну, смог, и за смог А что, почему? Отвечения Типа, кэпманы Не, а мне кажется... Что создание не делал? Как кэпманы Мы шмопы даже не делали Форма, это свечения И светило, очки свет давало Это блестящая флика А вот это хорошо Угольная промышленность Угольная промышленность Да Что? Чтобы его легче было отскребать от этого, да? Они же блестящие Красного легче Блестящие Блестящие Итак, тишина Ответишь, попробуй Тишина Тишина за столом Тишина в зале Господин Гулиев, успокойтесь Я к каналу обращаюсь Я вас слышу А-а Кто отвечает, господин Идущий? Попробует Эльман Талыев Ваш ответ Нам кажется Это делалось для того Чтобы кэбманы В тумане Видели здания И случайно Не Ну не пропустили здания Или там Аварий Чтобы дорожно-транспортных Не происходило То есть из-за тумана Из-за смога Ответ понятен Внимание Правильный ответ Лондонцы считают Что архитектура Лондона 19 века определила Погода Ведь каждый архитектор Хотел Чтобы его здание Было видно Даже в самом густом тумане А промышленная революция Добавила К традиционному Английскому туману Еще и смог С помощью клуба Команда Анара Неджафли Сокращает разрыв счете 2-3 Туран Команда Анара Неджафли Не смогла вас обыграть Без помощи клуба Не расстраивайтесь Туран Я рад что этот вечер Вы проводите с нами Спасибо вам Что пришли к нам На передачу Уважаемые телезрители Присылайте вопросы На адрес Ас1000 Абонентский ящик номер 5 Или на электронный адрес UAL ATGAME TV Точка Ас Шестой раунд Ана Геймани пришла С моделью Лондона Господин Кази Господин Кази А да? У вас сегодня Последний шанс Для того чтобы угадать Результат игры И тем самым Побороть и оставить Невезение в 2008 году Для телезрителей напоминаю Что господин Кази Еще ни разу не дал Правильный прогноз на игру Итак Анар Пока не остановился волчок Решайтесь 6-5 4 В пользу атаков В пользу атаков Успел Успел Покажите игровой столб Арт-директор Сиавуш Мамедов Против команды Анарной Джеффри играет Арт-директор Сиавуш Мамедов В 2008 году Сиавуш играл Против атаков В два раза Во второй игре осенней серии Вопрос помните о Пизанской башне Хороший был вопрос Также успел принять участие в зимней серии Обыграл команду Джалала Уруджева Вопрос о карточной комбинации 99 у Айнгрецки Добрый вечер господин Мамедов Добрый Как у вас дела? Тихо-тихо Каково ваше предчувствие? Сможете обыграть натаков? Может Вот скажите А когда Вот не ваш вопрос А вот вы стоите в зале И играют другие телезрители Вы за кого болеете? За знатоков А сейчас за себя Нет Я разделен на две части Давайте так Договоримся Не подсказывайте знатокам Внимание Черный ящик Уважаемые знатоки Прослушайте загадку Которую придумал сам телезритель Арт-директор Сиавуш Мамедов В черном ящике В черном ящике Находится нечто Если из черного ящика Извлечь это нечто То в черном ящике Останется то же самое Но в два раза меньше Внимание вопрос Что находится В черном ящике Вверх Еще один черный ящик Нет Он тогда в два раза больше останется Два раза меньше Останется что-то в два раза меньше Извлечь во Ну что Можно вытащить там водой Будет воды Так в Eva Дону Двое дно там, что-то разделенное, да, на две части? Нет, если все это вытащить. А, может быть, это двойное дно, да. Что-то двойное дно, да, дно вытащить, останется дно. Дно, да, дно, правильно. Крышка. Что крышка? Нет, крышка не может не удачить. Почему не может? Крышка, вот, да, сверху ящик. Предположим, дно, еще что, давайте подумаем. Что можно, вот что-то заполняет ящик. Ну да, может, что-то вытащить, что-то они могут чем-то заполнить, как-то наполнитель. Вот такие вещи, да, в нем останется это все. Какой-то наполнитель. Может быть, ничего. Там у него что-то два ничего. А может, просто какой-то предмет может быть? То есть, если ты вытащишься на предмет, то оно останется, да, наверное. В нем волк такой, если вытащить это нечто, останется его в два раза меньше. Что бы там ни было, если бы там два за, вытащим, а потом будет одно. Хорошо, тишина. Счет 3-2, кто отвечает? Попробует Альман Талывов. Ваш ответ, Альман. Нам кажется, что в ящике дно второе, то есть двойное дно. Если его извлечь, то останется одно дно. Что бы там ни было, это правильный ответ. Ответ понятен. Это неправильный ответ, господин Акадашвили. Внимание, правильный ответ. Господин Акадашвили, вы сказали, что две пустоты, две пустоты должны остаться, да? Да. И потом сказали, вот что-то, две пустоты, вот что-то одно, две пустоты. Говорили? Говорил. Итак, внимание, правильный ответ. В черном ящике останется нечто в два раза меньше того, что мы извлечем, верно? Вот если из черного ящика извлечь содержимое, там, скорее всего, будет пусто. Заглянем в черный ящик. В черном ящике. Костяшка домино, пусто-пусто. 4-2. Спасибо, что вы учили. Да, господин Акадашвили. В школе меня учили, что если ноль разделить на два, то не будет ноль пополам, будет тот же ноль. А вы не ноль, вы пусто делите, господин Акадашвили. Математика не оперирует. Вот смотрите, вот пусто, пусто, Роман. Одно пусто, два пусто. Вытащили, да, и осталось просто пусто. В два раза больше, Роман. По-моему, хорошо все. И ложится, и математики не противоречат. А сколько заработал телезритель Сиабуш Мамедов, скажет нам представитель Атабонсика, господин Абдурагимов. Вам понравился вопрос? Очень понравился. Оцените. Господин Мамед заработал 400 монат от Атабанка. 400 монат от Атабанка зарабатывает. Господин Мамедов еще становится 4-2. Седьмой раунд. Роман. Да. Почему вы сегодня такой злой? Я не злой. Жизнь злая. Вам вопрос не понравился? Вопрос замечательный. Я злой, в первую очередь, на себя. Потому что этот вопрос очень хороший. Так нам и надо, что мы не ответили на него. Ну и мне понравился вопрос. Все еще впереди, Роман. Не расстраивайтесь. Счет 4-2. У команды есть одна минута на обсуждение. Против вас играет врач Нигяр Керимова, город Баку. Один из самых активных телезрителей 2008 года. Добрый вечер, господин Керимова. Добрый вечер. Госпожа Керимова. Скажите, у вас сложный вопрос? Думаю, не очень. А вы бы хотели сейчас, чтобы знатоки обыграли вас? Только честно. Да. Надеюсь, так и будет, Нигяр. Не обижайтесь. Внимание. Вопрос. В 1952 году. Андрей Громыко был назначен послом Советского Союза в Великобритании. Отправляясь на прием к английской королеве, он был вынужден надеть фрак и сесть в карету, как и полагалось по протоколу. Как вы думаете, господин Аркадашвили, что Андрей Громыко держал в руках во время всей церемонии, но так и не использовал? Время. Что-то в самом с каретой как связано, он сел в карету, что он получил там билет, адрес, пригласительную, пригласительную. Не знал, да, как одеть? А, может, с цилиндром, он не помещался в карету, в руках держался в цилиндр, не одел. А, цилиндр? Хорошо. А, может, перчатки? В чем перчатки? Что так? Почему так? Он или не знал, когда, или не пришлось, да? Не знал, когда его одеть обратно или что-то. А, ну, правильно, он же при королеве не может одеть шляпу? И в карете. Да, 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 и в карете. А, может, зонтик? Может, там... Нет, зонтик? А хотя он думает, что должен. Оставляют зонтик, да, приходят. Скорее приходят, оставят. Что еще нужно? Может, какой-то пригласитель у него, что-то. Зигарета могла быть открытая. Что? Он не должен быть открытой головой. Что еще держал? Словарь, зеркало, я не знаю, какие-то вещи, которые ему не... Попробовал головной оборуд. Тишина за столом, господин Эджахли, ваш ответ. Он уже не знал, стоит ли ему вообще одевать цилиндр или не стоит, когда нужно одеть, когда нужно стоить. То есть в руках он держал цилиндр. Ответ понятен, внимание, правильный ответ. Убежденный коммунист Андрей Громейко так не хотел быть похожим на классический образ капиталиста, что так и не надел. Посмотрите на нашего распорядителя, положенный ему по протоколу цилиндр. Капитан команды Эджахли, 3-4. Негяр, не расстраивайтесь, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо вам, Негяр. Господин Эджахли, Каждая игра в нашем клубе полна стрессов и напряжения. Сделайте перерыв. Счет 4-3 в пользу команды телезрителей. Восьмой раунд. По традиции, знаток или телезритель, который принесет победу своей команде в раунде Паша-чай, получит от марки Паша годовую норму чая. Вот эту замечательную корзину, получит победитель этого раунда. А редакторы мне подсказали во время чайной паузы, что мы забыли вручить специальный приз за подсказку в необходимый для команды момент. За подсказку Анара Гулиева. Приз от Азерсель. Анар, я вас поздравляю. Покажите игровой стол. Отчетливее. Не вижу. Не вижу. Энергетик Муршут Исмаил Заде. Второй раз Мадрад Муршут играет в финале года. Трижды играл против знатоков в уходящем году. Ни разу не проиграл знатокам, в том числе и команде Анарния Джафли. Добрый вечер, Муршут. Добрый вечер, господин ведущий. Муршут, вот я признаюсь честно, я не знаю, понравится ли ваш вопрос господину Абдурагимову, но мне ваш вопрос очень нравится. Вот посмотрим, сможет ли команда Анарния Джафли найти правильный ответ на ваш вопрос. Внимание, вопрос. Анар, а кто у вас в команде умеет рисовать? У нас кладезь вообще талантов, это Азиз Муршут Ли, он иисует, и поет. Господин Муршут Ли, нарисуйте змею. Можете? Вот пример. Господин Гули, вы мне мешаете. Вот змея. В исполнении Азиза Муршут Ли. А теперь. Червя нарисуйте. Что? Червя. Червь, червь. Червь? Да. А паутину? Внимание, вопрос. Азиз, как вы думаете, что Джалил Мамед Гулизаде в сатирическом филитоне сравнивал со змеями, лягушками, червями и даже с паутиной? Время. А, да, арабскую письменно. Да, 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 да. Связь, вязь, вязь. Это уже не просто связь. Мы бы уже просрочили засрочивать. Нет, 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 просто поговорить еще. Именно арабская. Да, ну, это нет, это в его время, это да. Они писали еще, по-моему, точно, да, латиницей еще тогда, это позже. Нет, 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 не, начало века не было. Да, да, да. Окей. Да, да, да. Так, еще что может быть? Какие-то символы другие, не буквы, что-то, цифры. Может, пули цебаку? Цифры, может быть, слушайте, попробуйте. Давайте нарисовать, он не просто. Арат плохо сравнил, да? Давайте, что-то, аратно. А что-то другое, законы, какой-нибудь что-нибудь такое. Законы, запахи, внешний вид людей, какие-то профессии, инструменты. Какие-то инструменты. Что-то писатель скорее. Самый писатель, да, что-то понятно, понятно, понятно. Печатные, что-то хорошо. Печатные, что-то другое. Еще что-то, не подумаешь? Печатные цифры именно, вот, может быть, не вязь от цифр. Может, почерк? Может, почерк? Нет, свой почерк. Почерк отличный. Так, тишина, кто отвечает? Господин идущий ответит, Азиз Мушудли. Азиз, я вас слушаю. Кажется, что так Джарил Мамед Кулизаде негативно отзывался о записи азербайджанского алфавита арабской письменности. Да, то есть о вязи, да, которые записывались азербайджанской буквы, и, собственно, вся письменность азербайджанская была на них. Ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Джарил Мамед Кулизаде, господин Мушудли, в своем фильетоне Илан Гурбага писал, посмотрите на нашего распорядителя, писал, что подписи, особенно подписи арабской вязью, понять просто невозможно. Поэтому он и был сторонником латинизации азербайджанского алфавита. Господин Мушудли, вот у меня написана подпись, особенно подпись арабской вязью, а вы ответили арабскую письменность, да, то есть арабскую вязь. Я не могу ни засчитать вам очко, ни наоборот, засчитать очко команде телезрителей. Я затрудняюсь, я хочу спросить у господина Исмайл Задея. Господин Исмайл Задея, вот я, честно говоря, затрудняюсь принять решение. Как вы думаете, команда правильно ответила на вопрос? Знаете, вопрос сложный, и я так думаю, что подпись и каллиграфия, скажем, надпись, они схожие ответы. Поэтому, естественно, очко команде. Господин Абдурагимов, а вы что скажете? Господин Мушудли, извините, господин Исмайл Задея, не уходите пока, мы еще не решили, кто победитель раунда. Да, господин хранитель традиций. Господин ведущий, суть угадана. Правильно? Вообще да. Все. А господин Абдурагимов, а вы не против? Нет, я только за. Счет. 4-4. Обладатель «Крустальной совы» Азиз Мушудли принес команде за таков четвертое очко. Господин Мушудли, я думаю, будет справедливо, если годовую норму чая от марки Паша мы предоставим господину Исмайл Задея. Я не против. Господин Исмайл Задея, я вас поздравляю, спасибо, что сегодня были с нами. Господин Аджафли, господин Уруджер, господин Гаджев, если он сегодня в зале. Господа знатоки, раскрою вам секрет. Сегодня последняя игра для госпожи Шехлинской в качестве представителя интересов знатоков. Мы предложили Нигиархану перейти в знатоки, и она согласилась. Господин Гаджев, госпожа Шехлинской очень хорошо получилось руководить командой в праздничной игре, посвященной 15-летию Атабанка. А вот со следующего года интересы знатоков будет защищать менеджер по корпоративным связям компании Азерсель, госпожа Ульвия Гасанзаде. Добрый вечер, Ульвия Ханун. Добрый вечер. Добро пожаловать в клуб. Привыкайте. Вам нравится у нас? Очень нравится. Несмотря на то, что я нахожусь первый раз в самом зале, я являюсь постоянной зрительницей и поклонницей этой игры. Госпожа Гасанзаде, желаю вам удачи. Госпожа Шехлинская. Да, господин. Я рассказывал уже сегодня, да вы и согласились с этим, что знатоки – люди талантливые. Я объявляю короткую музыкальную паузу. Благодарность за все то, что вы сделали для знатоков. Поет знаток Вадим Машашвили. Аплодисменты господину Машашвили. Добрый вечер, дорогие друзья. Я всех поздравляю с уступающим Новым годом. И в связи с этим небольшая песенка моего собственного производства «Прошу прощения, если вдруг забуду». Текст наш исполняется впервые. Так что я надеюсь, вы меня милостиво простите. Премьера. Аплодисменты господину Машашвили. Аплодисменты господину Машашвили. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Счет 4-4. Вы помните ту игру, господин Джефф Ли? Вы помните ту игру? Финал 2006 года, когда вы проиграли телезрителям. Смутно, но помню. Итак, против вас играет студент Фуат Сейдалиев, город Баку. Пять раз в течение 2008 года играл против знатоков господин Сейдалиев. Трижды его вопросы признавались лучшими по итогам игр. Это, кажется, рекорд, господин Сейдалиев. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Сейдалиев, меня всегда интересовал творческий процесс, как создаются вопросы. Я предполагаю, что, например, вы читаете книгу, и где-то рядом всегда блокноты, ручка, да? Да, да. Почти так всегда. Почти так всегда? Да, по всему. Скажите, господин Сейдалиев, а что вы делаете на выигрыше от АТО-холдинга? От АТО-банка. Выигрыша книги. Книги покупаю новые. Чтобы написать снова книги и блокноты. А где вы книги покупаете? Ну, иногда в Алинино бывает. А давайте так, чтобы вы всегда в Алинино покупали, господин Сейдалиев. Можно? Да. Итак, внимание, японский иероглиф. Господин Аркадашвили, этот иероглиф рисует герой Бориса Акунина Эраст Фондорин, размышляя об одном преступлении. Но написать иероглиф правильно ему удается только после многих попыток. Тишина. Вы готовы отвечать, господин Анджефф? Нет, нет, господин Андреевич, простите, мы вас перебили. Продолжайте. Нет, я все-таки приму ответ у вас. Он будет после. Нет, мы дослушаем вас, если вы не против. Если вам не трудно. Спасибо. Внимание, вопрос. Как вы думаете, что означает этот иероглиф? Время. Господин Андреевич, у нас срочно ответ. Кто отвечает? Ответит госпожа Захарова. Ваш ответ, госпожа Захарова. Ну, я думаю, что Фондорин пытался вывести иероглиф терпения. Долго и терпеливо. Ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Самурай рисовали этот иероглиф, чтобы воспитать себе важное для воина свойство характера. То же самое свойство характера необходимо и сыщику. Чтобы нарисовать этот иероглиф правильно, правильно нарисовать, требуется терпение. 5-4 Елена Захаровна. Счет 5-4. И еще одна дополнительная минута. Итого у команды Анарна Диафли две дополнительные минуты на размышления. Десятый раунд. В позиции Идалиев, спасибо вам, не расстраивайтесь. Не всегда же обыгрывать знатоков. Счет 5-4. Покажите игровой стол. На столе остались вопросы от Ольги Бланковой, от Фуада Эминова и от филолога, лучшего игрока 2007 года, от Айнура Махмудова из города Хардалан. И по стрелке у нас менеджер Ольга Бланкова, город Баку. Ольга Бланкова один из самых оригинальных авторов. В четыре игры против знатоков провела три победы над знатоками. Общий счет 3-1 в пользу Ольги Бланковой. Добрый вечер, госпожа Бланкова. Добрый вечер, господин ведущий. Госпожа Бланкова. Вот скажите, а вы откуда черпаете информацию для своих вопросов? Ну, из совершенно разных источников, в принципе. А вот этот вопрос, вот как он появился, вот как родился, вот такой вопрос интересный. Этот вопрос мне абсолютно случайно попала в руки книга, из которой я и взяла этот вопрос. И записали его в окнот. Нет, сразу в компьютер. Внимание, картина! Господа Зантаки, перед вами написанная в 1964 году картина Таира Салахова. Но сколько можно разговаривать, господин Талабов? Вы и в отборочной игре, и в праздничной пытались говорить со мной. Я молчу. Одновременно. Аллах, какая красивая картина. Салах, какой. Я повторю, господин Талабов. Перед вами написанная в 1964 году картина Таира Салахова. Кстати, месяц назад Таир Меолим отметил свое 80-летие. Чем мы его и поздравляем. На картине, как вы видите, изображена Эйфелева башня. В тот день, когда Таир Салахов рисовал башню, она отметила 395-й юбилей. Внимание, вопрос. Господин Талабов, о каком юбилее идет речь? Время. Она, Мулен Руш, красная. Это 395-я карта. Мулен Руш, точно? Красная, может быть? Я понял, может быть 395-й юбилей, это отнимите почти 4000-й. Когда это будет? Слушай, она, это не... Давай дальше. Назовите этот юбилей. Эйфелев, ваша 1889-й год. Давайте дальше. Нет, слушай, может, что-то... В 17-м веке-то что-то было. Красная, Русь. Назовите, если что-то не хуже, что-то... Что еще может быть? Что-то говорить? Не она отметила, что-то не Эйфелева башня. Какой год получается? Это твоя компания. Одна, то есть, если бы как-то связали с нею Эйфелеву башню, не Эйфелева башня, думала... А она, это Эйфелева башня, господин Эйфелева башня. Вот, видишь, 395-я картина вообще нарисованная. Может быть? Вот такой юбилей, да, вот так? А почему она все в красном? А почему... Здесь две точки какие-то сверху. Что, говорю? Вы слышите вопрос, 5-й юбилей, не 90-летний. 395-й юбилей. И что? Это не значит, что 90-летний. Ага, нет? Хорошо. Давай еще подумаем. Давайте еще минуту возьмем, да. И вообще, просто давайте. Что думаете, да? Слушай, что-то две точки... Тишина, кто отвечает? Господин Эдуардович, мы возьмем дополнительную минуту. Пожалуйста, повторите вопрос. Перед вами написана в 1964 году картина Таиры Салахова. На картине изображена Эйфелева башня. В тот день, когда Таир Салахов рисовал башню, она отметила 395-й юбилей. Перед тем, как начнете обсуждать, вот о чем вы подумали? Она это что? Кто? Кто это она, господин Эйфелев? Мы подумали, что это не что-то не... Время! Если башня, то может быть действительно 395-я картина посвящена? Да, башня юбилей. В тот день, когда он рисовал картины, он мог бы рисовать один день? Это что, что это 395-я картина? Кто это считает? Это каждый второй художник на берегах Синона? Естественно. Да нет, это не может быть. Думайте, что красная. Ну а у нас вообще праздник какой-то. День взятия по стиле независимой. Это 395-й юбилей. Какой год получается? Какой год получается? Покрасить, точно, красят ее. Несколько раз в году ее красят. То есть это 395-я картина? Да, несколько раз. Она королевшая, да. Это королевизационная, да. Хорошо, это хорошо. Теперь еще раз, почему здесь две какие-то точки? Она маяком была. Она была фахштоком. Она кем-то не была, да. Она использовалась как метеобашня в свое время. Да, то есть высокая железная дура, как только не используют. Но у нас не все красные. А это, видимо, все-таки какой-то в себе завтра, а? Что? Украшают ее 395-й юбилей. Нет, нет, получается, что несколько раз в год это... Ладно, почему нет? Они вообще все украшают. Тогда юбилей бы не назвали бы это. Не, вряд ли. Покрасно, покрасно. Покрасно, покрасно. Ярко, красно. А? Давайте еще раз попробуем. Тишина. Итак, тишина. Тишина. Господин Ильич, попробую ответить Роман Аркадашвили. Роман, я вас слушаю. Ну, башня была построена в конце 19-го века. Соответственно, 395 юбилеев. Каждый юбилей, не знаю, как это можно так назвать, приходилось. Несколько юбилеев было в один год. Я точно знаю, что эту Эйфелеву башню красят специальной антикоррозийной краской. И в том числе она была в какое-то время 20-го века, ярко-красная, вызывающая красная. Я подозреваю, что один из этих юбилей это очередная покраска к Эйфелевой башне. Ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Аркадашвили. Да. Вот очень мрачная башня получилась, правда? Да. Знаете, под оригиналом, под оригиналом картины Таир Салахов написал «Глаза и рот, как у черта». В то время, когда Таир Салахов рисовал Эйфелеву башню, 395-й человек покончил с собой, прыгнув с нее. 5-5. Грустно. 5-5. Госпожа Бланкова, вы обыграли команду Анара Неджафли. А сколько вы заработали от Атабанка, скажет нам господин Абдурагимов. Госпожа Бланкова заработала 4 самонад от Атабанка. А это значит, что вам понравился вопрос, да, господин Абдурагимов? Хороший вопрос. Госпожа Бланкова, я вас поздравляю. Счет 5-5 у команды Анара Неджафли. Одна дополнительная минута на обсуждение. Именно в 11-м раунде решится, какая из команд, команда Анара Неджафли или команда телезрителей, станет лучшей командой 2008-го года. 11-й раунд. Юбилей по определению. Да, да, юбилей. Это 23-й раунда. Вероятнее всего, что выпадет вопрос от юриста Фуада Эминова из города Баку. Меньше шансов, что сыграет вопрос лучшего игрока 2007-го года, Айнура Махмудова из города Бардалан. Но все у нас в клубе бывает. Волчок решает, кому играть. А играть придется в 11-м раунде юристу Фуаду Эминову из города Баку. Добрый вечер, господин Эминов. Здравствуйте, господин ведущий. Господин Эминов, если вы сейчас принесете победное очко команде телезрителей, то вы, господин Эминов, или кто-нибудь из телезрителей, кто сегодня принес в команде еще остальные 5 очков, станет обладателем хрустальной совы. Если вы проиграете, обладателем хрустальной совы станет один из игроков команды Анара Неджафли. Внимание, вопрос. Тишина в зале. Попрошу распорядителей быть внимательнее. Подойдите к игровому столу. Как вы думаете, госпожа Захарова, для чего аборигены острова Пасхи перед свадьбой на несколько недель запирали будущую невесту в пещере? Время. Они учились там в домашнем хозяйстве? Поделела, то есть она постоянно под солнцем, может быть, она чернеет, чтобы она немножко побелела. Чтобы она начала сама себя готовить, сама себя обслуживать. Это как-то влияет на выбор, то есть понимают мальчик, девочка будет. Нет, видимо, уже свадьба 100%. Понимают мальчик или девочка будет. Нет, может, чтобы она привыкла ходить без воды. Из солнечного света. Можете, чтобы она потом радовалась. Слушай, правильно, чтобы она почувствовала себя как ребенок. Вот такого плана какая-то вещь. Это какая-то традиция должна быть. Это не может быть что-то такое. На несколько недель? Да-да, типа, почувствуй себя как будущий твой ребенок, да, ты в пещере, а потом... Что может быть, думайте еще больше версий. Не знаю, там ее откармливают для чего-то, чтобы она вполне выглядела. На несколько недель, я знаю, что у него определено фосфору пасхи, и женщина должна быть полной. Точно, это именно на фосфору пасхи. И поэтому они ее там могли запирать и кармливать, как на воле, чтобы она не ходила, и не прожить ее. Есть такое же, я не знаю, есть это на пасхи это или нет, но есть такое откармливание, да. Тишина за столом, тишина, господин, мы сразу берем дополнительную минуту. У вас минута. Если можно, повторите вопрос. На что тут повторять? Да ладно, полстопа. Перед свадьбой на несколько недель запирали будущую невесту в пещере. Ну что еще думаете? Зачем? Время не будет. Там тепло, да не просто так, да, чтобы видела она как-то хуже, чтобы вот, я не знаю, муж ей понравился сразу. Нелогично, это нелогично, чтобы она что-то училась, потому что зачем ей одной готовить? Не-не, должно быть что-то такое. Вот можно, либо, чтобы она побелела, либо попомнела. Что она может, она же, это, будет очень, она на солнце выйдет, сразу ослепнет, да, чтобы не видела что-то, да, чтобы не видела, да, чего-то. Есть такое, но не видела. А как раз что-то такое. Чтобы она чего-то не могла видеть, или чтобы не могла открыть глаза, как бы закрытыми глазами, да, как, я не знаю, повиновение. Чтобы чуниха не видеть, да, во время своей. Ну зачем, ну, голову не сдержала, в смысле. Ну да, Данна не сможет смотреть на свет. Слушайте, ее запирали на несколько, не значит, что ее вот так вот обездвиживали, она там просто сидела в какой-то хижине одна, и ее там караулили. Так, тишина, тишина, ни одна из команд клуба, ни одна из команд знатоков, не была еще так близка к победе, к победе в финале года. Тишина, господине Аджафили, было очень много интересных версий. От вашего выбора зависит судьба главного приза «Что, где, когда». Кому он достанется, телезрителям или знатокам? Ваш ответ. Тишина в зале. Попробует ответить госпожа Захарова. Елена, ваш ответ. Ну, вот насколько я знаю, у аборигенов считалось, что хорошая невеста – это толстая невеста. И мы так думаем, что она там сидела все это время, запертая, ее там кормили, как на убой. Вот она становилась такой… Из-за отсутствия солнца белокожей, а из-за количества еды полной, и становилась такой идеальной невестой. Елена, вы дали два ответа. Надо выбрать. Тишина в зале. Тишина. Сейчас пойдут красные карточки. Ваш ответ. Вы дали два ответа, вам выбрать надо. Ну, вы знаете, наверное, все-таки они добивались того, чтобы она стала такой светлой, белокожей. И все-таки белокожей? Да, белокожей. Потому что она находилась внутри дома, на улицу выходить нельзя. Но вы же говорили, что она должна полной стать. Ну, кормить можно и на улице. Ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Перед тем, как я оглашу правильный ответ, мне просто так интересно. Покажите распорядителей. Подсказок не было? Внимание, правильный ответ. Госпожа Захарова. Да. Представьте, что вы несколько недель просидели в пещере. Представили? Да. Ужас, на самом деле ужас. Угу. А в оригинале острова Пасхи запирали невест в пещерах для того, чтобы госпожа Захарова в полной темноте те побелели. 6-5. Команда Анара Неджапли обыгрывает телезрителей с отсчетом 6-5. Вот имена героев сегодняшней игры. Роман Аркадашвили, Эргюн Тагиев, Эльман Талыбов, Азиз Муршудли, Елена Захарова и капитан команды Анар Неджапли. Одержав победу над лучшими телезрителями, команда Анара Неджапли становится лучшей командой 2008 года. Свершилась знатоки сильнее в этом году, чем телезрители. Госпожа Захарова, госпожа Захарова, я вас поздравляю. Вытянули. Последний момент буквально изменили, изменили свою версию. Нет, нет, у нас было за столом две версии, просто надо было выбрать. Я вас поздравляю, Елена, поздравляю. А сейчас представитель генерального спонсора, представитель компании АТАХОЛДИНГ, назовет автора лучшего, лучшего вопроса финальной игры зимней серии. Итак, ваш выбор, господин Абдурагимов. Ну, я сначала скажу, что это не вопрос господина Сеи Далиева, как это обычно. Я думаю, что вопрос про Эльфеву башню, госпожа Бланкова. Ольга Бланкова с вопросом об Эйфелевой башне. Госпожа Бланкова, вы как автор лучшего вопроса сегодняшней игры получаете от Аксель Сиор карту на посещение фитнес-центра Аура. Поздравляю вас, приятного вам времяпровождения. Покажите игровой стол. На столе остался вопрос от лучшего игрока 2007 года, от обладателя хрустальной совы Айнура Махмудова из города Харталан. Айнура, не расстраивайтесь. Я надеюсь, в финале 2009 года вы снова придете к нам в гости, вы сыграете против знатоков и обязательно победите их. А сегодня вы получаете компенсацию от страховой компании Атаса Горта в размере 100 монат. Поздравляю вас, Айнура. А лучшего знатока финала выберет представитель компании Азерсель госпожа Нигяр Шехлинская. Госпожа Шехлинская, я вас поздравляю. Спасибо, господин ведущий. Хороший подарок вам преподнесли знатоки в последние годы и в последние ваши игры как представители интересов знатоков. Вот скажите, кто сегодня был лучшим за столом? Господин ведущий, я не буду лукавить и сразу свою раскладку скажу. Вы знаете, я знаю, что еще будет выбираться лучший игрок года, поэтому я сделала свой выбор насчет лучшего знатока этой игры. Лучшим знатоком я выбираю госпожу Захарову за то, что она в последний момент все-таки правильный ответ дала на вопрос. А насчет лучшего игрока года, если вы меня спросите, я потом скажу. Обязательно спрашиваю, Нигяр. Госпожа Захарова, вам как лучшему знатоку финала вручается великолепный приз мобильный телефон от компании Азерсель. От тети книжных магазинов о линию, но вы получаете книгу «Мировая живопись в полотнах великих мастеров». В зимней серии компания HP учредила приз народный ноутбук для знатока или телезрителя, который победит в секторе HP Суперблиц. Но так как сегодня сектора Суперблиц на столе игровом не было, я хочу вручить этот замечательный ноутбук телезрителю. А знаете, кому я хочу вручить, господин Абдурагимов? Я хочу вручить, господин Абдурагимов, я хочу вручить этот ноутбук господину Сейдалиеву, чтобы он вместо записной книжки использовал ноутбук. Господин Сейдалиев, вы наш рекордсмен, этот ноутбук ваш, я вас поздравляю. А сейчас игра окончена. Господин Аджафли, спасибо вам за игру. За игру. Я хотела бы в продолжении традиции, заложенной госпожой Шехлинской, дать специальный приз от компании Азерсель господину Масашвили за замечательную песню сочиненную. Это, кстати, господин Масашвили, это первый приз от Ульвии Ханум. А что за приз? Телефон, надеюсь? Правильно надеетесь. Вот и вам телефон достался, господин Масашвили, я вас поздравляю. Господин Аджафли, господин Аркадашвили, господин Талыбов, господин Тагиев, господин Мюрчудли, госпожа Захарова, спасибо вам за игру. Игра окончена. Господа, игра окончена, но сезон еще не завершен. Осталось выяснить имя лучшего игрока 2008 года. Так как знатоки выиграли финал, то и лучшим игроком года будет объявлен один из знатоков команды Анара Неджафли. Госпожа Шехлинская, кто на ваш взгляд достойно называться лучшим знатоком 2008 года? Ваша версия. Анара Неджафли, капитан команды. Капитан команды Анара Неджафли. Что скажет хранитель традиции господин Мамедов? Господин ведущий, игра этой команды на мой взгляд отличается очень насыщенным обсуждением. Вот сегодняшняя игра и предыдущая, когда они играли, с первой секунды, минуты до последней они очень насыщенно обсуждают. Очень мне понравилась игра нескольких игроков. Очень уверенно обсуждает и продавливает свою позицию, свое мнение господин Талыбов. Очень хорошо играл господин Мишидли. Господин Аткадашвили вообще заводил команду на различного рода веси. Но я думаю, что, вы знаете, последняя игра, последние два вопроса, последние два ответа. И самое главное, последний ответ, который решил судьбу этой сессии. и первый раз знатоки выиграли в финале года, я считаю, что лучше была, конечно, госпожа Захарова. По традиции, ведущий определяет лучшего знатока года. Но сегодня я хотел бы переложить эту ответственность на наших старейшин. Но перед этим я все-таки скажу свою версию, господин Алояров. Вы не против? Против. А вы, господин Казиев? Я не против. А я скажу, господин Алояров. У меня несколько кандидатур. Конечно, госпожа Захарова, господин Неджафли, господин Аркадашвили безусловно давно уже заслужил бриллиантовую, хотел сказать, и бриллиантовую, конечно, заслужил, когда у нас будет хрустальную сову. Господин Талыбов великолепно играет. Господину Мюршудли не помешала бы вторая хрустальная сова. Господин Тагиев, и вы замечательно играли. Вот мои кандидатуры, господин Алояров, вам выбирать. И вам, господин Кассиев. Я думаю, господин ведущий, вам легче не станет того, что мы скажем, потому что мнения у нас, по-моему, разделяются. Безусловно, госпожа Захарова сегодня замечательно сыграла и выделила команду в последний момент. Но награждаем мы игрока не за последние пять минут игры, а за то, как он играл в течение этого года. И, по ему мнению, лучшим игроком этого года был Эльман Талыбов. Господин Кассиев. А я не соглашусь с мнением господина Алояров в чем, в том, что на самый заключительный решающий раунд выпало на тонкие плечи единственной девушки этой команды. Да, и вообще, я думаю, да. То есть, вы с Алояровым не согласны? Абсолютно. Почему я, еще раз говорю, что это будет традиция для нашего группы уже будет в первый раз давать девушке бриллиантовую сауну. Анна, Роман, у вас есть 20 секунд. Прошу, сигнал, 20 секунд. Договоритесь, господа старейшины. Очень, очень важный момент. Анна, Роман, вы готовы? С кем вы советуете, господин Алояров? С хранителями традиций. Давайте проголосуем. Нам немножко тяжело, потому что, господин Алояров, а вы что думаете? Только не сегодняшняя игра, вы не забываете, а целый год. Я понимаю. Я почему выбрала Анна Ренаджафли? Во-первых, мне показалось, что версия последнего ответа была именно его, насчет того, чтобы запереть невесту в пещере и насчет осветления кожи. Кроме этого, успех команды зависит от капитана, я считаю, от его настроя, от его правильного выбора. Игроки замечательные, безусловно, все до единого. Но почему-то мне кажется, что ответственность капитана большая. Можно я еще спрошу господина хранителя традиций, что он думает? Только как бы имейте в виду, опять-таки, что мы оборачиваемся на целый год назад и смотрим, что происходило в клубе в течение целого года. Да, господин хранитель традиций всегда оборачивается на целый год назад и всегда смотрит, что происходило за целый год. За целый год в этой команде, я опять-таки говорю, мне она понравилась в первую очередь тем, что самое важное на игре, а именно обсуждение. С первой до последней секунды, минуты, они очень сильно обсуждали, выдвигали разного рода веси. И я сказал, что у меня есть несколько игроков, которым я мог бы с уверенностью отдать сову как лучшему игроку. Я опять-таки говорю, капитан команды, он, помимо того, что он хороший капитан, он еще сильный игрок. Это чувствуется за столом. Те веси, которые продавливал и заставлял команду принимать правильную веси, это, конечно же, все идет в пользу господина Талавова. Господин Мишили был лучшим игроком прошлой серии и был заслуженно лучшим. Он угадал Блиц, очень решающую игру. А господин Роман Аркадашвили, он очень живо играет, очень много весей. Господин Ютро тоже мне нравится, как его игра. Но я опять-таки настаиваю на своей весе. Мне кажется, что если не было бы последняя веса, была бы неуверенная последняя веса, не было бы вытянута команда этот заключительный матч проведала. И я настаиваю, что лучшей в этом году была госпожа Захарова, как и в этой игре. Господин Кази, господин Лояр, вы мнение клуба послушали, мнение фронтиной традиции, мнение госпожи Шерезии. Практически заклевали окружающие... Я не клевал. Я считаю, что господин Эльман Толыбов заслужил сову. Но посовещавший, поскольку нам нужен один консенсус, мы считаем, что сова уходит госпожа Захарой. Итак, лучшим игроком 2008 года и обладателем хрустальной совы и сертификата на 2008 монат от Азерсель становится Елена Захарова. Награда ждет вас, госпожа Захарова. Сова ваша, берите и владейте. Госпожа Захарова, я вас поздравляю. Вы, несомненно, заслужили, госпожа Захарова. Браво! Спасибо вам за игру. Господин Толыбов, вот уже второй раз подряд, второй раз подряд, господин Толыбов, сова буквально в последний момент улетает от вас. Но ваша сова за мной, господин Толыбов, я это запомню. Друзья, вот и закончились игры в нашем клубе. Поздравляю всех с наступающим Днем Солидарности азербайджанцев, с Новым Годом, желаю вам здоровья, счастья, любви и благополучия. Предлагаю поднять бокалы. Давайте дружно скажем спасибо. Спасибо нашим спонсорам от Ахолдингу Эзерсель. Спасибо книжному магазину Алинино, марке Паша Чай, HP, информационному сайту ДэйАз. Спасибо нашим друзьям, телерадиокомпании Space и лично господину Мустафаеву. Спасибо вам, господа знатоки, спасибо вам, госпожа Захарова. И отдельное, огромное спасибо вам, уважаемые телезрители. Я знаю, что вас не так много, не так много, как зрители всяких сериалов и других неинтеллектуальных передач, но я точно знаю, что вы у нас лучшие, и пока есть вы, надеюсь, будем и мы. С Новым Годом, друзья! С Новым Годом! АПЛОДИСМЕНТЫ С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом!